Позитивных людей с чувствами юмора ценят всегда и везде. Таких личностей много и в Красноармейске. Чтобы доказать это, мы побываем на игре КВН. Ежегодно вестой в Красноармейском доме творчества и досуга проходит игра КВН, посвященная здоровому образу жизни. В этом году сражались за победу КВНщики из 3-й и 12-й школ. По условиям игры ребятам нужно было высмеивать вредные привычки людей. Это мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи по принципу равные равному. То есть на сцене ребята, в зале ребята и еще раз ребята, это как заключительный этап послушать, увидеть и может быть для себя что-то решить, что здоровье это самое ценное в жизни человека и не нужно увлекаться такими вредными веществами, как сигаретой, спиртным напитками и наркотическими препаратами. Команда КВН из 12-й школы назвалась «Дети улиц», а КВНщики 3-й школы выбрали имя единства непохожих. Мы все разные и мы хотим, чтобы люди, хоть они и разные, но они объединялись и были вместе. Мы подумали, что будет более логично назвать ее не как-то там против алкоголя, против курения, а как-то кем мы являемся. Мы все являемся «Дети улиц». Выступали бодро и задорно, с танцами и песнями. Зрители, в свою очередь, обеспечивали поддержку. Болельщики 12-й школы даже смастерили флаги для этого. Выступление команды «Дети улиц» запомнилось видеоработой, в которой ребята показали, как выглядят со стороны подростки с вредными привычками. «Дети улиц» запомнилось видеоработки для этого. Игру оценивали по следующим критериям. Актуальность раскрытия темы, артистичность исполнения и культура речи, музыкальное сопровождение и художественный уровень исполнения. Обе команды очень старались соответствовать этим требованиям. Как долго вы готовились? Готовились мы на протяжении почти целого месяца. Упорно старались, каждый день тренировались, подготавливали все сценки очень тщательно. Насколько трудно было придумывать шутки? Нам давалось это не очень сложно, так как я считаю, что наша команда очень веселая и жизнерадостная. Мы готовились довольно долго, мы хорошо знали номера, но от неожиданности мы немного растерялись. Димочка, а зачем ты сделал себе татуировку восьмой Б? Б, ты же понимаешь, что это на всю жизнь? Понимаешь, то есть в девятый класс переходить ты не собираешься. Веселые, музыкальные и одновременно поучительные – такими были номера КВНщиков. На сцену ребята выходили заряженные позитивом. И этот заряд был настолько большим, что даже после выступления улыбки не сходили с лиц. Какие эмоции получили от выступления? Очень большие. Мы готовились до этого выступления очень долго и старательно. Я думаю, у нас все вышло. Это самое лучшее выступление в моей жизни. Сильно волновались? Естественно, как перед любым праздником. Перейдите на тариф Киевстанк «Курение зло». Теперь за каждую выборенную сигарету с вашего счета будет сниматься уанн-доллар. Победу одержала школа номер 12. Но третью школу не оставили без приза. В подарок от организаторов – красномейского наркологического диспансера. Команды получили футболки и мячи. А главным призом для победителя стал набор для игры в бадминтон. Когда выступали, было очень приятно. И мы хотели подарить зрителям частичку радости, чтобы они поняли, как важно сохранять здоровый образ жизни. Сильно разочаровались от второго места? Ну, конечно, не очень приятно. Но мы придем в следующий раз, тогда уже возьмем победу. Здоровье – это самое главное. И не стоит с ним шутить. Вот главный месседж, который ребята своими миниатюрами пытались донести до каждого зрителя.